Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан вчера было чрезвычайно кратким и, на мой взгляд, практически пустым, потому не буду отягощать вас излишними деталями, поговорим только о том, что там было интересного. Начались совещания с прощания. Радий Фаритович попрощался со своим давним соратником Олегом Полставаловым, которого он провожал в Москву на повышение и тут же вручил ему на спину орден Салават-Юлаева. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Можно два слова прорвать? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У меня была большая честь работ в команды, я действительно к ней не ухожу. Более того, я очень надеюсь, что в новом направлении у нас удастся реализовать многие... Так уж повелось, что этот орден у нас становится зачастую прощальным подарком некоторым друзьям и товарищам. Вот в данном случае товарищу Полставалову тоже перепал орденок. Господин Полставалов у нас тут прославился тем, что он завалил работу в Минзимимуществе, куда его сначала назначили. Потом его задвинули в эту странную контору по охране памятников старины. Там он отсиделся, отдышался после этой страшной истории с господином Пономаревым, в ходе которой сам чуть было не пополнил Полставалов ряды подследственных министров из числа команды Хабирова. В общем, отделался легким испугом, отсиделся и нашел себе какое-то теплое местечко в Москве. В частности, речь идет о том, что он станет руководителем аппарата комиссии госсовета по науке. Ну, что-то такое очень длинное-длинное в должности, но ключевое там это аппарат. То есть, Полставалов будет заниматься аппаратом этой комиссии. В общем, проводили соратника, выдали орден. Полставалов некоторое время что-то бормотал в неработающий микрофон какую-то благодарность Хабирову. Вообще, конечно, в ЦУРе все работает с 5 на 10, и госпожа Прочековская, которая там царит, пожалуй, надо заняться техническими аспектами. У нее ни черта не работает, квакает, ломается, микрофоны отключаются. В общем, все не слава богу. В общем, худо-бедно проводили Полставалова. Далее Хабиров опять вспомнил свой любимый индекс промпроизводства, который по итогам 9 месяцев в Башкирии составил 103,1%. То есть, рост составил 3,1%. Мы так до сих пор и не поняли, в чем он считается. Если в деньгах, то это всего лишь неполная инфляция. Если в физических объемах промышленной продукции, то, конечно, есть какой-то небольшой рост. И завершил вступительную часть Хабиров сообщением о том, что окончательно принято решение о формировании 3-го батальона добровольцев из Башкирии. Будет он носить имя Салавата Юлаева, и будет он состоять в структуре уже Росгвардии. Надо сказать, что Башкортостан максимально активно участвует в формировании и создании этих добровольческих батальонов. Это, естественно, сказывается и на количестве жертв в ходе специальной военной операции. Среди паулорских регионов Башкирия занимает первое место по количеству официально подтвержденных погибших на специальной военной операции. Это при том, что, например, по численности населения мы где-то рядом с Татарстаном находимся, но в Татарстане этих жертв существенно меньше. Как тут не вспомнить вот эту знаменитую фразу Хабирова о том, что великий грех толкать людей на войну? Ну вот, видимо, как-то уживается он с этим грехом, и 3-й батальон начинает формироваться, и, видимо, в скором времени будет также отправлен туда, в зону специальной военной операции. Первое слово на оперативном совещании дали опять госпожи Прочаковской. Прямо скажем, ее стало в последнее время слишком много, и раздражает она очень многих, и меня в том числе. Бестолковая абсолютно форма изложения, бестолковая подача, суетливость, какая-то излишняя крикливость. Все вот это вот характеризует Елену Анатольевну, но, тем не менее, Хабиров находится под каким-то магическим влиянием этой женщины. Судя по всему, она действительно теперь заведует его пиаром, и это, конечно, чудовищная ошибка со стороны Радия Фаритовича. Все познается в сравнении. По сравнению с Прочаковской, Мурзагулов исполнял эту функцию значительно более профессионально, прямо скажем. В этот раз Прочаковскую попросили снова рассказать про прямую линию, которая случилась в прошлый четверг. Зачем-то Елена Анатольевна рассказала самому Хабирову о том, где и что он делал в прошлый четверг. Выглядело это как минимум комично, она прямо так и обращается. Вы, Радий Фаритович, сделали то-то, то-то, то-то. Сидит Радий Фаритович, слушает ее. В 4 часа 37 минут была ваша прямая линия. Из них 43 минуты ушло на выступление Владимира Владимировича на экономическом форуме Валдай. Остальное время была сама прямая линия. Она состоялась здесь, в Центре управления Республикой Башкортостан. И на следующем слайде фотография. Все ее смотрели или многие смотрели. За время прямой линии, Радий Фаритович, вы ответили на 99 вопросов. Из них прямых включений было 2. Видя вопросов 16. Вопросы из зала 40. И 41 вопрос из социальных сетей у нас прозвучал. Какой-то немножко шизофренический подход к вопросам. Но, в общем, она снова пересказала, как это все было на прямой линии. Она снова процитировала несколько вопросов. И, значит, привела некую статистику о том, что Хабиров за 4,5 часа ответил на 99 вопросов, оказывается. Первым по значимости темой для граждан на прямой линии у Хабирова были дороги, потом шло благоустройство, потом образование, ЖКХ. Другие вопросы. Вопросы мобилизации и вообще вопросы, связанные со специальной военной операцией, по словам Прочековской, совершенно не интересовали граждан республики в общении с главой республики. Соответственно, эти вопросы стояли где-то там на 10 месте. Хабиров совершенно не слушал Прочековскую, при том, что она по второму кругу начала пересказывать содержание этой прямой линии зачем-то. И вдруг он прервал ее и заговорил о вот этой скандальной истории с Олимпиадой, которая произошла в Башкирском государственном университете. Напомню, в минувшие выходные там случилась неприятная история, когда организаторы Олимпиады для младших школьников, ну, как-то так просчитались крупно с количеством приглашенных. И детей приехало так много, что возникла давка и даже были там какие-то травмированные. Ну, слава богу, не всерьез. Вы разберитесь в этой крайне неприятной истории с этой Олимпиадой. Потому что мне там что обидно? Там вопрос не столько давки, хотя и давка это, не дай бог, опасно. Там не десятки тысяч людей, конечно, были. Обидно то, что дети приехали с районов, а их не пустили на Олимпиаду. Значит, это безобразно, значит, кто-то рассчитал. Значит, всегда же голову надо на плечах иметь. Если ты приглашаешь, тем более детей, они в воскресенье, это в воскресенье будет, в субботу? В субботу. В воскресенье. Вчера. В воскресенье. Вот представляете, родители сидят где-нибудь у себя в Буздягском районе. Так, там собрались, как на праздник в Уфу поехали. Там ребятенок, значит, наверное, счастлив, он едет на этот конкурс. И тут хлоп его там. Это вообще крайне безобразная история. И я прошу накажать виновных. Но, тем не менее, скандал случился огромадный. И вот Хабиров, перебив Прочаковскую, вдруг потребовал суровым образом наказать организаторов этой Олимпиады, чтобы было неповадно и вообще, что нужно там думать головой и все организовывать правильно. Вообще, это характерно для выступления Прочаковской, то, что Хабиров внезапно, ну, видимо, теряет интерес или начинает раздражаться от нее и уходит куда-то на другие темы. В общем, пошумев на тему вот этого вот неправильной организации Олимпиады, попытались все-таки вернуться к списку вопросов, которые беспокоят граждан Башкирии в последнюю неделю. Прочаковская огласила второй список, в котором на первом месте были дороги, потом мобилизация, потом ЖКХ, благоустройство, соцобслуживание и так далее, и так далее. Примечательно, что по утверждениям вот этой мадам, вопросы, например, которые граждане задавали Хабирову на прямой линии, они никак не совпадают с теми вопросами, которые они задают в качестве обращений граждан. Ну, в общем, если честно, все это похоже на какую-то дурную кухню, в которой они пытаются сварить некое подобие взаимоотношений власти и населения. Есть ощущение того, что вот эти списки тем, которые беспокоят людей, они подгоняются под действующую нынешнюю ситуацию, под актуальность момента, а вовсе не отражают того, что на самом деле происходит в умах жителей Башкирии, и это очень на самом деле вредно и опасно. Если Хабиров все-таки отяготеет к тому, чтобы создать некую систему взаимодействия с населением и понимать хотя бы через вот эти обращения, что на самом деле беспокоит жителей, то он вот здесь точно попадает пальцем в небо, потому что Елена Анатольевна ему преподносит абсолютно ложную картину, но и это вот просматривается в ее списках тематик и прочих вот этих вот вещей, потому что, ну, зачастую складывается впечатление, что все это берется с потолка, либо вот подгоняется под нынешний момент. Далее заслушали доклад о состоянии ЖКХ-транспорте. Главанова Ирина Александровна, исполняющая обязанности министра ЖКХ, сообщила нам, что за минувшую неделю случилась одна авария больше 8 часов и 35 аварий чуть менее 8 часов. Работает у нее неустанно 2919 дворников, поголовье дворников неуклонно уменьшается. Также Ирина Александровна сообщила нам тревожную новость о том, что в пяти муниципалитетах Республики Башкортостан выявлена неготовность к зимнему периоду, имеется в виду отопительный период. Это Уфимский район, Иглинский район, Крыдельский район, Белорецкий район, Училинский район. То есть в этих районах, в этих муниципалитетах выявлены существенные недостатки, которые приказано ликвидировать до 15 ноября, иначе эти муниципалитеты не получат паспорт соответствия, ну и в общем что-то там будет не то. Но наконец-то в эфире оперативного совещания появился министр транспорта и дорожного строительства господин Булышев. Мы уже стали волноваться. Несколько недель к ряду его не было, был он там чем-то занят существенным и важным. Не выпускали его в эфир. Мы помним, что там были обыски и всевозможные следственные действия. Вроде как буря улеглась. В этот раз удалось выскочить ему невредимым из этой ситуации. Собственно, только само по себе появление Булышева было любопытным, потому что ничего интересного он нам не рассказал. Дал статистику ДТП, травматизма и смертности на дорогах. Уже 338 человек погибло в течение 2022 года на дорогах Башкортостана. Примерно 10-12 человек в неделю уносят дорожно-транспортные происшествия. И под большим вопросом задания Хабирова в этом году не выйти за показатель в 400 погибших на дорогах, потому что их уже 338. У нас впереди еще два непростых зимних месяца. Далее опять заслушали Ирину Александровну Голованову с докладом о ходе реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта подъездов. Ирина Александровна как-то довольно поверхностно нам живописала всю эту программу. Раньше больше внимания уделяли, говорили, а сейчас как-то все ровненько. Сообщила она нам, что в 2022 году капремонту подверглись 772 многоквартирных дома. Это примерно 5% от всего количества домов в Республике Башкортостан. Потрачено на это было 6,3 миллиарда рублей. В этом году было заменено 256 лифтов и все работы на данный момент завершены уже почти во всех многоквартирных домах. 717 из 772 многоквартирных домов уже подписали акты сдачи работ и все прекрасно. Все лифты, отработавшие свой ресурс, Ирина Александровна планирует заменить к 2025 году. На 2023 год план капитального ремонта несколько меньше, чем в этом истекающем году. Будет отремонтировано 619 домов, то есть на 153 дома меньше, чем в 2022 году. И денег будет потрачено на миллиард тоже меньше. Соответственно 5,3 миллиарда рублей. С чем связано вот это снижение объемов капитального ремонта, я сказать точно не могу. По поводу ремонта подъездов, там суммы существенно более скромные. В этом году было потрачено 493 миллиона рублей. Отремонтировано 896 подъездов в 304 многоквартирных домах. Все работы завершены. По заявлению госпожи Головановой, жалоб жителей серьезных претензий на сроки и качество ремонта в этом году нет. Хабиров был очень доволен вообще этим всем. Ему вообще нравится, как это идет. И в общем, велено было продолжить дальше, несмотря на снижение объемов. Завершили оперативное совещание и вовсе скучноватым докладом министра цифрового развития Разумикина Геннадия Валентиновича о реализации проекта «Цифровые услуги в Республике Башкортостан». Геннадий Валентинович поведал нам, что с 2019 года ему удалось привлечь в сферу цифровизации 700 миллионов рублей. В 2022 году, кстати говоря, 327 миллионов рублей. Практически половина из всей этой суммы. Особенно бурно господин Разумикин почему-то цифровизирует сельское хозяйство. Он создал единую цифровую платформу пчеловодства, комплексную систему управления агрофермой и даже цифровой свеклопункт. На аграрном предприятии имени Калинина в Стерлитамакском районе была создана цифровая платформа полного цикла производства молока и мяса. Прибыль при этом возросла на 123 миллиона, а экономия составила 13 миллионов рублей. Это был один из примеров, на котором Разумикин показал важность и эффективность цифровизации процессов в сельском хозяйстве. С этим никто, наверное, не спорит. Хотелось бы понять механизмы, как они внедряют это все и через какие финансовые инструменты. Об этом Разумикин особенно не распространялся. Хабиров благосклонно выслушал этот докладик и велел, как он выразился, все в цифру загонять. Ну, в общем-то, это веяние времени. Вопрос только в том, насколько получится у нас загонять в цифру все на фоне тех санкций, которые мы имеем, и на фоне тех ограничений по использованию программных продуктов и передовых технологий, которые мы сейчас отхватили в результате вот текущего момента и в результате тех санкций, которые наложены на Россию в целом и на вот этот цифровой сектор в частности. Завершил оперативное совещание Хабиров опять тематикой специальной военной операции. Он заявил, что в республике сейчас начался особый подъем поддержки мобилизованных. И, по мнению Хабирова, необходимо централизовать сбор помощи, потому что уже наблюдается некий разброд и шатание, и ошибки, и всевозможные недоразумения. И потому нужно создать единый логистический центр на базе сельхозтехники, где будет все это дело осуществляться. Хабиров посетовал на то, что уже появились мошенники, которые обманывают людей под видом сбора помощи и денег для мобилизованных. В общем, видимо, какие-то средства похищаются, либо присваиваются. Что действительно так, потому что слишком много странных звонков, странных предложений, объявлений в интернете. Действительно, какой-то порядок в этом наводить надо. И, судя по всему, власти окончательно признали тот факт, что чего-то насущным образом не хватает в армии и в Министерстве обороны, и нужна помощь населению регионов. Хабиров сообщил нам о том, что создан специальный фонд под названием «Салават», который будет заниматься только помощью мобилизованным и нашим республиканским батальонам. Может быть, это наведет какой-то порядок в этой сфере. Если уж граждане действительно хотят помогать мобилизованным и хотят собирать деньги, средства и материальные ценности для этого, то, наверное, нужно это делать как-то централизованно. Не дай бог, правда, чтобы этим занималась исключительно партия «Единая Россия», у которой, как обычно, получается что-то странное. Но посмотрим, будем наблюдать, посмотрим, с каким успехом этот единый логистический центр будет работать.